Я в свое время путешествовал по Европе на автомобиле, и я специально проезжал по деревням, по небольшим, и в Германии, и в Чехии. Я смотрел, как устроена жизнь, мне было интересно. И один момент, который я подметил, у них центром села может являться автозаправочная станция, при которой есть и магазин, и аптека, и еще какой-то там пункт. Поэтому это можно брать на вооружение. И если, допустим, у нас 5 собственников у одного аптека, у второго магазина, у третьего заправка, то это, конечно, будет нерентабельно. Но если отрегулировать этот процесс разрешительными функциями, то государство будет выступать в данном вопросе, то тогда этому предпринимателю будет выгодно заниматься, если он будет, особенно охватит несколько населенных пунктов, то это ему будет ретабельно. И у нас за счет этого решится вопрос в том, что нет в селе заправки нормального продуктового магазина и аптеки. Вот. Это один фактор. У меня был пример из жизни. Когда-то, очень давно, в 2010 году, у меня мама с самородом из Черниевской области, и она поехала к своей маме, к бабушке моей, поехала в гости, и там у нее произошло отравление грибами. И я, к сожалению, не помню у врача, к которому мы тогда обратились, но я потом, как узнал, врач, я видел по его, что он выполнял все протокольные процедуры достаточно грамотно и профессионально. И я был удивлен, что в таком небольшом населенном пункте столь профессиональный работает специалист. И потом оказалось, что человек из Нижнего Новгорода приехал сюда жить, тогда в тот населенный пункт, потому что он устал как раз от большого города, от шумного. И благодаря этому специалист высокого ранга спас сюда мою маму. Вот, и когда ее перевели в Чернигов, из Новгород-Северского района, перевели в Чернигов, и главврач реанимации, он сказал, что благодаря этому доктору, благодаря тому, что он первые действия сделал правильно и высококвалифицированно, она была спасена. И я тогда вернулся, конечно, благодарил его, вот, и я спросил, что вас заставило переехать сюда, вот. И он говорит, я просто устал в большой шумной жизни, это один момент. А второй момент, я вижу, что я могу здесь себя реализовать, как профессиональный врач. Конечно, к нему, как светили, относятся все, вот, ну, это правда.